Мстиславский селекцийно-гибридный центр Вихра вырошивает и реализует русских тяжкавозов. Это один в Беларуси плем конезавод, который занимается этой особой породой коней. Русские тяжкавозы могут тягнуть груз, могут бегчей рысью и, самое главное, стать добрым сябрым своему человеку. Его заводь Гоголь приезжает с блондинестым чубком, который, оказывается, нель гастрыхший. Потому что кони должны выглядеть на солнечное светло про ширму. Свояки Гоголя не меньше эффектные живеты. Жвавый легион и Могутный Сильвестр. Готые кони – нащадки знакомитых коня, які поставил рекорд у 1985-м годі. Был такой у нас жеребец-рулет, который на ВДНХ занял первое место. Поташчил груз 26 тонн 300 кг. До этой поры мы еще не побиты. А это его потомство, его пра-пра-унуки. Мостиславские кони были и застаются брендом и отметностью района. Вось там, каля лесу, пасвится целый табун коней. На племь коней ферме у вёстцы лютня Мостиславских районов сегодня 205 галов. И 49 з'их паступить у продаж прама сёлита для добрых господаров и аматоров этих чудовных живёлин. На поле у табуне только кобылы и жаробяты. Бачны, что у сей живёла одной породы – русский тяжковоз. Их разводить селекционный гибридный центр «Лихра» – важное предприемство для нашего региона и не только. Для страны оно важно, потому что это единственное предприятие, которое выращивает данную породу. А если взять постсоветское пространство, то это единственный конезавод в Республике Беларусь, который выращивает данную породу. А в постсоветском пространстве, получается, было пять конезаводов. И в нас, в Беларуси, один из них. Мостиславский конезавод номер 120, так ранее называлось это предприемство, засновали в 1935 году. По загаду маршала Будённого, когда потреблялись мощные и тиховитые кони для потребов Червоной армии. Миноваты тогда приняли решение разводить породу русский тяжковоз. Надо отметить, что именно из Мстиславского конезавода, вот этого вот Лютнянского конезавода, вышел тот конь, на котором запатентовали породу в 1952 году. То есть, вот именно здесь была сформирована полностью, вот как она есть сегодня, порода русский тяжеловоз. Люди, которые работают с конями, лечат, что и в 21-м стагодии с места, с этим живелином. Может, не для того, как тягнуть грузы, как легендарный рулет, бы у нас час есть для этого механизма, а больше для зносинов с людьми, працы, в невеликих господарках, для ипотерапии, прыхожусь с новокольного свету. Илона Иванова, Юра Власцов, Виталия Алексеенко, Новина Региона.